Валерий Воронин 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 По достижении определенного возраста этот подрастающий спортсмен получит возможность обучаться на отделении футбола в Дюсшор Олимп, как и его старшие товарищи. В футбол воспитанники спортшколы играют в середине 80-х. В 1998 году совместно с Российской ассоциацией мини-футбола было открыто первое в России специализированное отделение по мини-футболу. Последние пять лет дети и подростки района имеют возможность обучаться большому футболу. Сейчас в составе отделения 9 команд. Гоняют мяч в Видном, в Горках и в Молоково. В активе отделения неоднократные победы на региональном уровне. В последние два года у нас три команды минимум призерок первенства в области высшей группы. И в прошлом году в клубном зачете мы заняли второе место и могли выйти в премьер-группу. В этом году у нас уже прошло три тура и опять в клубном зачете мы идем на первом месте с отрывом где-то в 10 очков от второго места. Да, мы ставим такие задачи. Такие достижения – результат упорных тренировок. Подрастающие футболисты занимаются практически ежедневно. Кроме занятий на стадионе, обязательно к выполнению упражнения дома. Прыжки через скакалку, работа с мячом. Чеканка – основополагающее упражнение игроков в футбол. Его отрабатывают постоянно, заполняя паузы между другими занятиями. Чеканка дает контроль мяча, а в футболе это самое главное. Вот, поэтому и надо сначала контролировать мяч, научиться, а только потом можно будет хорошо играть. И даже снег и стужа не помеха настоящим футболистам. Спортсменам нужно быть в форме всегда, поэтому тренировки проводятся в любое время года и в любую погоду. Повыше ноги поднимаем. Зимой тяжело, конечно. Поля не готовы. То есть своими силами укатываем, как-то справляемся. Что можем, то и делаем. Лишь бы дети занимались, не ходили по дворам и голову себе не забивали. Ерундой разной. Трудолюбие на тренировках, целеустремленность, настойчивость, достижение новых высот, составляющие на пути к победе. А еще любовь к спорту. Ведь для этих ребят футбол – смысл жизни. Как, к примеру, для Матвея Федосеева, ставшего лучшим игроком команды и лучшим игроком турнира 2015 года «Майский мяч», проходившего в Люберцах. Ну да, футбол у меня в жизни очень многое занимает, даже больше школы. Снится он мне часто. Играю в футбол я как смогу, потому что тренировки позволяют очень часто. Поэтому, как смогу, тогда и погуляю. А сейчас я каждый день занимаюсь. Стараюсь не пропускать тренировки и дать, когда болею. Таких подающих надежд у игроков ждет продолжение футбольной карьеры в столичных клубах. Стараемся отправлять в Москву наиболее перспективных, потому что все равно областной уровень, как ни крути, он пониже, чтобы воспитать. И человек поиграл там, хотя бы на детском уровне, но в тот же «Спартак» или в «ЦСК» попал. Это все равно какой-то престиж уже для города и для спортивной школы. Заработать престиж в футболе непросто. Эта игра серьезная, требующая психологической устойчивости, умение не опускать руки из-за неудач, потому что от поражений, иной раз очень болезненных и несправедливых, не застрахован никто. Эта игра требует от футболиста чувства локтя, преданности и уважения к товарищам по своей команде. Без командного духа, без командного понимания игры не будет. По мнению мальчишек, очень серьезно рассуждающих о профессиональном футболе и мечтающих играть в прославленных клубах, отечественным командам не хватает патриотизма. Слишком уж много появилось легионеров. Мне кажется, что в наших русских командах они играют еще только потому, что в них много иностранцев. Деньги им платят бешеные, а результата нет. Чтобы в корне переломить сложившуюся ситуацию, нужно растить своих звезд. Для этого необходимо уделять внимание спортклубам и секциям на местах, увеличить финансирование, улучшать спортивную инфраструктуру. Ведь самая главная проблема местного футбола – недостаточное количество футбольных полей. Порой сейчас на одном поле одновременно тренируется до 6-8 команд. Нужно начинать именно с детского футбола, если говорить о провале на чемпионате мира на том же. Детский футбол – это основа. Пока я считаю, что должного внимания детскому футболу не уделяется. Именно в регионах, в маленьких городках, потому что если брать даже на такой город видно, это одно футбольное поле. Город считается футбольным сам по себе. Здесь и ветераны играют, и за 70 лет, и маленькие, и детсады. А поле футбольное одно. Решить проблему в Ленинском районе планируется, построив тренировочные поля на базе общеобразовательных школ. Первая будет ВХТЛ площадка, будет большая, 50 на 90 футбольная. И два стадиона общеобразовательных школ, 6-я и гимназия, где будут большие стадионы, построенные с ликотетическими дорожками. Футбольное поле будет размером 40 на 70. Это будет построено в планах, как бы стоит летом 2015 года. Появление новых территорий для занятий футболом позволит подтолкнуть спорт к развитию и привлечь в ряды любителей погонять мяч больше детей и подростков, что даст шанс подняться командам Ленинского района к новым высотам. А там подойдет время проведения очередного чемпионата мира по футболу, где, кто знает, может загориться наша спортивная звезда. Сейчас же мальчишки усиленно готовятся к участию в первенстве области. Работают над защитой, которая пока слабовата. У нас начался сезон среди Московской области. Мы выкладываемся на тренировках на все 100%. Хотим первое место выиграть. Что ж, стремление к победе уже половина успеха. Вперед! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова